Знаменитый физиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине, человек, который пытался объединить старость, а в ее лице и саму смерть, умирал всю свою жизнь, и всякий раз неудачно. В детстве он упал в пруд и утонул, но вовремя подоспевший родственник вытащил его из воды. Ребенка откачали. В тот же самый вечер флигель дома мельничников, где спали дети, неожиданно загорелся. Илью успели вытащить из огня. В 1869 году, после смерти жены от туберкулеза, Мечников пытался покончить с собой, выпив морфий, но организм отторг яд. А когда вторая жена заразилась брюшным тифом, безутешный супруг ввел в себя бактерии возвратного тифа. Также собираясь уйти из жизни. И снова провал. После тяжелой болезни он, тем не менее, выздоровел. Все эти неосуществившиеся смерти как нельзя лучше иллюстрируют занятие, которому Мечников посвятил жизнь. С юности, увлекаясь физиологией и патологией, он заканчивает Харьковский университет, изучает эмбриологию в Германии, работает вместе со знаменитым хирургом Сеченовым в Новороссийском университете в Одессе. В конце 80-х годов XIX века Мечников выходит в отставку и уезжает в Италию. Именно там, разглядывая личинки морских звезд, он внезапно обнаруживает некие подвижные клетки, которые поглощают вторгшиеся в личинок инородные тела. Мечников называет их фагоцитами, то есть клетками-пожирателями. Это открытие положит начало его теории фагоцитоза, за которую в 1908 году он получит Нобелевскую премию совместно с немецким иммунологом Паулем Эрлихтом. Вернувшись в Одессу, Мечников упорно занимается бактериологией, открывает первую русскую бактериологическую станцию, а затем переезжает в Париж по приглашению самого Луи Пастера. С 1903 года становится заместителем директора Пастерского института. В начале XX века Мечников проводит целую серию бактериологических экспериментов. Ставит он их на себе. Например, дважды выпивает культуру холерных фибринов и остается здоровым, в отличие от своего ассистента, который после той же дозы едва выживает. С тем же сумасшедшим спокойствием Мечников заражает себя сифилисом, желая проверить действия изобретенной им экспериментальной мази, которую надо профилактически втирать в места совместного заражения. В 1903 году выходит знаменитый труд Мечникова «Этюды о природе человека», где он рассуждает о старости и необходимости изучения долголетия как главной задачи медицины. Он даже предлагает специальный термин «ортобиоз» – здоровый, счастливый, разумный цикл жизни, который включает в себя постоянную заботу о физическом здоровье и заканчивается все же естественной смертью. В 1905 году, когда в Париже триумфально проходит лекция Мечникова под названием «Старость», в ней он, среди прочего, заявляет, что одна из возможных причин старения – бактерии, населяющие кишечник. Справятся с ними способны микробы, обитающие в разных видах кислого молока. Лучше всего, по словам Мечникова, это делает кисломолочная палочка, которую обнаружил в болгарском йогурте молодой физиолог Стамон Григоров. После этой лекции в Париже моментально началась йогуртомания, которая быстро распространилась по Европе, а позже захлестнула и Америку. Мечников пытался противостоять ей, даже выпустил брошюру, где заявлял, что всего лишь высказывал гипотезу и что молочные микробы – вовсе не эликсир долголетия, по крайней мере, в настоящее время. Все было напрасно. Даже врачи начали выписывать пациентам йогурт и простоквашу от подагры и других заболеваний. А уж когда в 1908 году Мечников получил Нобелевскую премию, всем окончательно стало ясно, что такой человек не будет говорить зря. Йогурт навеки закрепился в коллективном сознании, как весьма полезный для здоровья продукт. В 1907 году выходит знаменитый этюд Мечникова по физиологии «Этюды оптимизма». Характерно, что предисловие к русскому изданию этой книги представляет собой фактически надгробную речь на могиле русской науки. Наука в России переживает продолжительный и тяжелый кризис. На науку не только нет спроса, но она находится в полнейшем загоне, оптимистически замечает ученый. Более того, не только научная деятельность, но и вообще всякий умственный труд не находит в России надлежащей оценки, констатирует Мечников. Все эти три волнения, плюс начавшаяся Первая мировая война, сильно отражаются на здоровье его. У Мечникова случается несколько инфарктов. Летом 1916 года, уже еле передвигающего ноги, переселяет в бывшую квартиру его коллеги Луи Пастера. На это Мечников реагирует следующим образом. Всю жизнь работал в пастерском институте, теперь живу в пастерской квартире. Надо теперь сжечь мое тело в печи для подопытных животных, а прах поставить в урне где-нибудь в институтской библиотеке. 9 июля 1916 года Илья Мечников умер. Это была его пятая последняя смерть. Перед тем, как уйти, он попросил врача, присутствующего рядом, не забыть провести вскрытие и обязательно осмотреть кишки. Мне кажется, что теперь дело в них. Были последние слова ученого. Прах с урной Мечникова до сих пор хранится в музее института Луи Пастера. Продолжение следует...